Ну что, добро пожаловать! Сегодня я поговорю с вами о зомби. И почему маркетинг – это то же самое, что пытаться выжить в зомби-апокалипсисе? Это метафора. Это такая очень толстая метафора, потому что, по большому счету, зомби повторяют одно и то же, что-то безмозглое. Для меня зомби – это такие толпы потребителей, ленивые маркетологи. Но, по большому счету, все. Эту метафору можно расширять и распространять до тех границ, до которых возможно. На самом деле, говорить мы будем не о маркетинге в целом, а о маркетинге, некой части этой цепочки создания маркетинговой стоимости, а именно креативности. А для того, чтобы с зомби бороться, нужно лишь одно – творческий подход к креативности. Я не буду говорить сейчас о средствах связи, о медиа, о каналах. Я буду говорить о посылах и инсайтах. Это последнее выступление на сегодняшний день, поэтому посмотрим с вами смешные видео и рекламки тоже. Ну, просто, чтобы вас немного развеселеть, а то вы что-то совсем загрустили. Я подготовлю вас к пиву, который вы пьете в баре. Это будет интерактивная сессия. Слава богу, я знаю половину людей, которые тут сидят, поэтому я буду показывать на вас пальцем, друзья мои. И я буду вас просить кое-что делать. Давайте без микрофонов. Вот просто кричите вопрос, я буду его повторять, и ответ потом скажу. Таким образом, будет быстрее. Ну, и ладно, что переводчик ни черта не услышит. Вот тут есть семь человек, которых я не знаю, поэтому для вас расскажу. Меня зовут Юса Миллерин, это вот молодой я. Я глава маркетинга и пиара в Wargaming. До этого я начинал как ведущий на радио. Андрю, привет, как дела? Был ведущим на радио, на ТВ. И волосы у меня были подлиннее. Занимался маркетингом, пошел в Nokia, подстригся. Потом получил нормальную работу. Вы мне выдали пиджачок, я начал выглядеть похожим, стал похожим на человека, на бизнесмена после Nokia. Перешел в агентство, работал в Нью-Йорке. Есть такое агентство TBWA. Там я проработал семь лет и, в конце концов, оказался во главе цифровой руки этого агентства. TBWA занимается многими задачами. Apple, Pepsi они берут, Nissan, McDonald's Accenture, то есть большое количество примеров, которые я буду приводить. Это те кейсы маркетинговые, которые я хорошо знаю. Я ньюби в игровой индустрии, то есть новичок. В Wargaming я всего год и четыре месяца. Поэтому, ребята, вы про гейминг знаете гораздо больше, чем я. Но сегодня мы с вами поговорим о творчестве, о креативе, о рекламе, о рекламных посылах или месседжах, как они называются, и о моментах откровения, которые по-русски называются инсайты. Ну вот, вдруг мы сказали, что в Глюде есть разные монстры, разные образы монструозные, как некие символы разных времен. Так вот, скажем, мы переживаем разные фазы. Ну вот, наверное, помнили, что одновременно вдруг выходило большое количество вампирских фильмов, потом фильмов про зомби, потом про пришельцев. Почему? Потому что эти вот циклы, они отражают нечто в обществе. Монстры это отражают. К вампирам начинают прибегать тогда, когда появляется вот такая либералистическая теория, то есть страх индивидуальности. Появляются заголовки, например, однополые браки разрешены в такой-то стороне. То есть люди боятся, что кто-то может выразить свой индивидуализм опасным для общества образом. Вот в этот момент начинают появляться вампиры. Зомби появляются тогда, когда на сцену выходят консерваторы и начинают становиться во главе повестки. Консюмеризм, там белые ходоки в Играх престолов. Никаких спойлеров, ребят, но это метафора изменения климата, да, по большому счету, и то, каким образом мы сами с вами разрушаем нашу планету. Пришельцы. К ним прибегают тогда, когда начинает проявляться ксенофобия, когда мы начинаем бояться других. Ну, для того, чтобы это все немного подсветить, давайте будет повеселее. Это единственный график, я вам обещаю, который в моей презентации будет, чтобы вам было просто веселее. Тренды. Вампиры, зомби, пришельцы. Последние пять лет. Google тренды, да, поиск. Смотрите, вот Обама, его администрация начала потихоньку сходить, но нет, вампиры стало меньше. Начало появляться больше консерваторов. Но вдруг, внезапно, тут пришли пришельцы к концу. Может быть, ребята в Голливуде что-то нащупали. Ну, давайте теперь перейдем к основной нашей теме. Как нам выжить во время зомби-апокалипсиса наших ленивых рекламщиков и толп безмозглых потребителей? Нужен план. Кто смотрит «Ходячих мертвецов»? Руки вверх. Кто «Ходячих мертвецов» смотрит в аудитории? «Ходячие мертвецы» – это сериал про зомби, кто не понял. А третий-четвертый сезон снимается практически в одной тюрьме. Почему? Потому что, ну, во-первых, стоит дорого куда-то ехать и где-то снимать. Но есть определенный инсайт. Почему именно тюрьма? Значит, вот эти рамки мы с вами будем, такую структуру мы будем с вами использовать, когда будем изучать кейсы, фазы, этапы развития маркетинга, креатива. Я не знаю, были ли вы в какой-нибудь бизнес-школе, проводили ли, были ли на MBA-курсе, на курсе по маркетингу. Но это вот такая модель AIDA – awareness, то есть осознание interaction, интрига, желание и действие, desire, reaction. Вот эта модель маркетинговая изучает, что чувствует потребитель. А мы хотим с вами посмотреть на то, что чувствует рекламщик, что он как бы про аудиторию понимает. Ну вот для рекламщика важно, первое, установить некие цели, понимать нечто о клиентах, то есть знать определенные инсайты. И вы должны создать некое движение на рынке, то есть привести к некому действию, ну и благодаря этому получить результаты. То есть это вот не этапирование твоего месседжа, это как бы карта для того, чтобы прежде всего понять, с кем ты разговариваешь, с каким потребителем. Теперь вернемся к нашей любимой метафоре про зомби. Цели – найти укрытие временное, то есть где мы могли бы укрыться от этих толп зомби. Инсайты – значит, это те места, где люди могут находиться внутри безопасно, при том, что зомби будут снаружи. Действия – давайте с вами пойдем в тюрьму. Ну и результат – там вся группа выжила, кроме одного товарища, которого в ногу укусили. Ну ладно, что черт с ним. Так, давайте все это отмотаем. Займемся с вами обратным инжинирингом. Я имею в виду рекламу. Я сейчас покажу вам один рекламный кусочек, один такой наполовину связанный с нашей игровой индустрией, а потом с вами небольшую группу играем. Посмотрим сначала на цели этой рекламного посыла, на инсайты, которые были у рекламщика, какие действия, каким действием он нас призывал и каким результатом хотел бы прийти. Готовы, ребят? Все, да? Набрали воздуха? Поехали. Значит, мы должны будем посмотреть это один раз и потом ответить на все эти вопросы, которые я вам задал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы создаем невозможное. Чтобы вы создавали невозможное. Делай невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, это очень круто, реально. Понятно, что реклама субъективная. Ну, это субъективное мнение. Но давайте посмотрим. Давайте займемся обратным инжинирингом. Значит, мы знаем, что это Samsung, тут рекламное агентство. Что у них были, какие у них были цели? Давайте начнем с целей. Вот чисто видя вот этот ролик, знаю, что вы знаете. Как вам кажется, какие ключевые цели вот этой вот штуки рекламы? Матис, давай. Вау. Ну, обучить людей и тем, кто не понимает, что такое VR, рассказать им, что это такое. Согласен. Абсолютно. То есть первый триал продвижения на ранних пташек, на early adopters, то есть от создания рынка для тех, кто принимает какие-то гаджеты первым, то есть для ранних пташек. Про инсайты мы еще не говорили. Вам кажется. А вот что там, как вам кажется, рекламщики знали об аудитории и использовали это, да, Ванил? Да. 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 Да, Нил сказал, что очень много людей не знают, что они не знают. Эндрю сказал, что это похоже на полетный симулятор. Ну, да, в ответы все, конечно, валидные, но мне кажется, инсайт такой. Вот инсайт такой, что пионеры, то есть первопроходцы, над ними чаще всего смеются. Но именно они первые, им первым доводится увидеть этот новый яркий мир. То есть даже в этом небольшом рекламном ролике, 90 секунд, страус, вот другие страусы, как бы смотрели на первого страуса с насмешкой, он тут несколько раз падал, спотыкался. Но таким образом мы как бы подготавливали аудиторию к опыту, что вы будете этим страусом, господа, если вы будете ходить со самсунговским VR очками, но в конце именно вы взлетите, именно вы полетите в это светлое будущее. Мне кажется, что это очень интересный, достаточно умный инсайт. То есть он как бы нацелен на первую слабость этого продукта. Ты выглядишь как идиот, честно говоря, в этих очках. Но они взяли и превратили это в сильную сторону продукта. Действие, мне кажется, абсолютно ясное. Это метафорическое сообщение, посыл, который пытается попробовать, когда он выйдет на рынок. Ну и результаты какие, мы не знаем, честно говоря. Потому что мы не знали, что, каким показателем эта реклама привела. Но если посмотрим на Gear VR, тут и лидер сейчас 7 миллионов этих штук будет продан в 2020 году. Такой прогноз продаж. И это, я не пытаюсь сейчас рекламировать сам этот продукт, никаких зарплат от них получаю. Мне просто показалось, что очень интересная, классная рекламка с шикарными инсайтами. Глубже пойдем с вами, закопаемся в инсайты. Потому что именно в инсайтах там самое сочное, вот там лежат как раз самые сочные и интересные ответы на все наши вопросы. Теперь мы знаем, что зомби хотят съесть твой мозг. Скушай, значит, какие инсайты. Мы из этого можем извлечь. Вот один инсайт, который я написал. Их может быть миллионы и миллионы. Это вот то, что вы можете понимать о своей аудитории, а конкуренты могут не понимать. На самом деле, если ты выбираешь правильный инсайт и вешаешь себе на шапочку креатива, то это огромный источник преимущества на рынке. То есть ты понимаешь аудиторию глубже, ты затрагиваешь правильные струны их души, если ты на правильный инсайт и обращаешь внимание. Уходим от зомби сейчас. Давайте более общий уровень посмотрим. Значит, инсайт – это что-то, что является верным, правдивым, но не очевидным для аудитории, об аудитории и ее отношениях, ее взаимоотношениях с вашим продуктом, брендом или категорией. То есть что-то, что является истиной, но не очевидной истиной. То есть инсайт, который мы как бы задним умом получаем. То есть если вы его показываете, все говорят, ага, я так и думал. Сейчас покажу вам несколько реклам, и мы с вами попробуем не только найти инсайты, то есть вот эти моменты откровения, но как бы источник этих инсайтов, откуда они происходят. Мне кажется, существуют три основные категории, где инсайты можно искать. И мы с вами сейчас посмотрим три рекламы и попытаемся определить, какой был там инсайт и какие были источники у этого инсайта. Первый. Икона. Айпод. Кто видел рекламу? Руки вверх. Большинство аудитории, естественно. Какой тут инсайт? Давайте. Что знают рекламщики о потребителях, чего мы не знаем? Эрик, давай. Будьте свободным, говорит Эрик. Еще кто-нибудь хочет сказать? Какой инсайт этой рекламы? Что она нам хочет донести? Получай то, что хочешь. Танцуй, как будто никто не смотрит. Но я думаю, все это правда. Все это верно. Потому что я, честно, не знаю, какой ответ. Я не знаю, что было у Apple написано на их кусочке бумажки. Но мне кажется, что, типа, ты не покупаешь продукт, а присоединяешься к вечеринке. Типа, ага, я теперь часть всей этой тусовки, вот мои белые наушники и прочее, прочее, прочее. Вот мы теперь приходим к источнику этого инсайта. Как вам кажется, откуда этот инсайт происходит, откуда он идет? Ноги растут. Давай. Что весь твой каталог музыкальный находится у тебя на ладошке, да? На самом деле, инсайт исходит из дифференциации продукта. Отвечает на вопрос, почему. Большому счету, вот, эта вот белая штукенца. Она становится символом. Ты становишься сам рекламой Apple. Когда только начали появляться MP3, были люди, у которых были просто MP3-плееры, и люди, у которых были iPod. Потому что у людей с iPod'ами были белые наушники. Ты их тут же замечал на улице. Так вот, источником этого инсайта является сам продукт. Сам продукт. Я понимаю, что это не самый глубокий инсайт, ну, не самый глубокий источник, но иногда мир достаточно прост. Давайте посмотрим на другую рекламу. Тут какой инсайт? Это реклама Pedigree. Не знаю, можете почесть, что там написано. Там написано, что с собакой жизнь становится счастливее. Возьми собаку. Итак, инсайт ясен. То есть, компаньонство, счастье. А источник какой? Быть отличным. Отличным от кого? А, то есть, отличие между двумя фотографиями, да, вы имеете в виду. В чем мы замечаем это отличие? Если ты один, да, то что у тебя появляются? Страхи, мысли какие-то. Дальше что? То есть, это вот действует на психологии, по большому счету. То есть, две картинки, сравнение их. Но эта картинка целится прямо в нашу психологию, как бы внутрь себя. Это вот глубокое психологическое понимание аудитории в этом источнике инсайта. То есть, психология источника инсайта. Третья рекламка. Майонез Хеллманс. Рекламка майонеза Хеллманс. Ну, кто скажет, какой инсайт тут? Чего, о чем они тут говорят? Давайте. Да, Рождество везде, как бы, да, красное это Рождество. Источник инсайта. Что у нас? Борода, да. Давайте на более высокий уровень выйдем. Культура, да, наверное, все-таки культура. Если бы я это показал человеку из Китая, они бы, наверное, не поняли ни черта. Они бы сказали, о, да, мудрый человек, типа Конфуция с бородой. Но нет. Извините, наверное, российский прозвучал. А да, приношу свои извинения всем китайцам в этом помещении. Ну, если вы воспитаны в иудо-христианской традиции, то для вас абсолютно стоит съесть, что это Санта-Клаус, и, в общем, Рождество приходит и прочее, прочее, прочее. Вот культура, источник инсайта. Так вот, три места, в которых можно искать инсайт. Аудитория, продукт, культура. И когда ты попадаешь и получаешь джекпот, у тебя бывает сразу все три источника начинают работать. И мне кажется, это очень круто. Сейчас я вам покажу такую вот достаточно приземленную рекламку. Ну, те из вас, кто знает историю, вы молчите, затыкаетесь и ни слова не говорите. А всем остальным будет интересно это увидеть. Давайте. Передай, Хайнс. Кто знает эту рекламу? На самом деле, мы начнем сейчас разгребать такой слой, что вы сами удивитесь. Ну, первое, это очевидно, психология, да? Отсутствие чего-то заставляет тебя думать, а чего в этой картинке не хватает. Ну, и очевидно, майонеза, ой, не майонеза, а кетчупа Хайнса своей картошкой. Второй продукт. Хайнс теперь у нас является синонимом кетчупа. То есть ты даже не обязан говорить, типа, передай мне кетчуп Хайнс. Сказать достаточно Хайнс, уже все понятно. И третье, это гениальная штука, культурный аспект. Почему эта реклама культурно насыщена, является частью культуры? Звук, пожалуйста. Чего не хватает? Да. Одного. Передай Хайнс. Вы имеете в виду кетчуп Хайнс? Просто Хайнс. Это значит лишь одно. Половина рекламы всего. Знаете, что самое важное? Это не фотография, это не картинка, это воображение потребителя. Потому что у воображения нет бюджета, там нет временных рамок. Так вот, если ты в эту область не можешь собраться, то хоть целый день им что-то рассказывай, никто ничего не купит. Пит. Амбициозная работа. Но я хочу бутылочку увидеть. Я тоже думал бутылку добавить. Давайте мы испытывали так, мы испытаем и то, и другое. С бутылкой и без. Давайте я пересплю с этим. Ладно, ребят? Будешь сейчас о кетчупе думать целый день, при этом кетчуп тебе и не показали. Спасибо. Свяжемся. Кстати, они так и не свяжутся. Когда так говорят, обычно никто не перезванивает. В чем гениальность этой рекламы? Это Мэдмен, Безумцы, там, шестой сезон, да? И Хайнц увидел этот клип. И рекламное агентство Хайнца тоже это увидело. То есть, они этого не знали. И потом они решили эту рекламу запустить. И выиграли целый ряд наград. Потому что реклама так казалась умной. Но единственное, что они взяли и сделали, и скопировали то, что произошло вот в этом сериале. Буквально на следующую ночь. Но вы видите, как много коробочек, как много закрывает этот лакун. Но по большому счету, если ты понимаешь, о чем идет речь, если ты как бы знаешь эту рекламу, ты должен сказать своему другу. То есть, короче, и культурный аспект это тоже затрагивает. Хорошая новость заключается в том, что это тяжелая часть. Теперь переходим к развлекательным вещам. То есть, мы знаем, где искать инсайт, мы знаем, из чего он исходит, какие истории необходимо рассказывать, какие удары наносить. Теперь надо что-то с этим сделать, действия. Как призывать людей к действиям. Возвращаемся к нашей, не самой лучшей, наверное, метафоре зомби. Так вот, какие действия нужны? Стрелять в голову, по большому счету. Впервые я написал это в презентации, но не впервые я хотел этим заниматься. Не впервые я хочу этим заниматься. То есть, зомби нужно стрелять в голову. Ну, люди, это простая цель. Людей можно подстрелить в голову, в сердце, либо в живот. И убить. То есть, логика, эмоция, юмор. Это способы, которые преодолевают барьер. Ну, мы все знаем, да, что мы с вами живем с этими барьерами. Мы ограничиваем себя от рекламы. Там, пять тысяч рекламных сообщений к нам каждый день приходят. Нас это все коврумым бобобитанием застает. И сколько мы помним, когда ложимся ночью спать? Нисколько или очень мало. Так вот, как эти барьеры преодолеть? То есть, по большому счету, действие – это как бы вот та оболочка таблетки, которая позволяет ее доносить до живущего кишечного тракта, доносить месседж. Теперь давайте тактику рассмотрим. То есть, как передать месседж, как передать посыл, рекламный посыл. Три рекламы всего существует, три архетипа в мире, мне кажется. Вот реально, три рекламы во всем мире. Ой, черт, компьютер падает. Давайте попробуем с вами эти три архетипа определить для себя. Не инсайты. Мы сейчас смотрим на архетипы. Первый. Итак, первый. Нет. Так что мне делать-то? Больше, чем большой. Это первый архетип. Наверное, инсайд здесь, все возможности у вас в кармане, но это сейчас неважно. Мы сейчас смотрим на… А что это все завернуто? Что это за категория реклама? Как вы думаете? Вы думаете о размерах, да. Сравнение. Еще. Общая категория какая? Что это за метафора? К чему это относится? Пародия? Нет, это не пародия, это настоящая реклама. Это демонстрация, демка. Они показали нам продукт, показали, как он работает, какие у него есть кнопочки, что куда нажимать. И, возможно, это самый мощный способ продемонстрировать свой продукт. То есть это продукт с своими характеристиками, четко отличающийся от других. Что самое лучшее вы можете сделать? Покажите нам эту штуку. Если она классная, я ее куплю. Другие тактики передачи этого месседжа, они не такие сильные. То есть вы можете рассказать какую-то историю, такую забавную, с шуточками, чтобы передать тот же самый месседж. Но если ваш продукт сильный, то покажите просто его, и все. Следующее, я думаю, будет еще проще. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну что? Инсайт здесь, ну, наверное, что-нибудь типа, когда вы вводите эту машину, это возбуждает вас, возможно, он как сексуальный объект, схож с ним. Что это за категория, что за месседж? Первая была демонстрация продукта, вторая. Он заставляет вас чувствовать себя лучше, секс продает, фантазии, почти. Мне кажется, это все, можно сказать, общим словом, метафора. То есть я покажу вам что-нибудь, но это будет метафорой чего-нибудь другого. Так, давайте посмотрим еще. Это, кстати, моя любимая реклама. Мы все это купили в Уолмарте, и украшения, всю еду. И у нас даже остались деньги на наряд клоуна. Уолмарте. 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 Экономьте деньги, живите лучше. Я не знаю, какой здесь инсайт. Возможно, что мы все стыдимся своих родителей, что-нибудь такое. Клоуны страшные, действительно. Но какой здесь месседж? Что нам пытаются сказать? Здесь это шутка. Шутка. И шутка, наверное, самый слабый механизм, потому что, если вы шутите, то ваш месседж где-то там спрятан, где-то в структуре этой шутки. Но если другой тактики вы применить не можете, то это тоже, в общем, очень даже неплохо. Итак, все рекламы в истории можно разделить на три типа. Демонстрация, метафора, шутка. И в конце. Почему это важно? Кому вообще есть дело? Ну, реклама, реклама, сейчас все занимаются рекламой, это просто. Почему это важно? Зомби сейчас очень много. Это многомиллиардный бизнес, который приносит эти зомби. Это 600 миллиардов долларов. Я играю тогда в мобильные игрушки с рекламой. И вот я вижу одну и ту же рекламу постоянно, если она всплывает. И я, на самом деле, начинаю ненавидеть эти компании, которые свою рекламу здесь выставляют. Я никогда у них ничего не куплю из этого. Но если у вас есть что-то, что выделяется, что бросается в глаза, если у вас достаточно обширный репертуар, то вы можете представить свой товар. Если у вас есть разные инсайты, и вы можете адресовать их не только одной аудитории, но разным группам. То есть если у вас действительно есть талант, есть креатив, то вы можете это сделать. В Гарварде в 2013 году провели известное исследование о креативности, творчестве. И они выяснили, что если вы используете более творческий подход, чем ваши конкуренты, то вы, в общем... Что у вас... Вы больше получите с вложенных денег, чем ваши конкуренты. Это рентабельность ваших инвестиций в два раза выше, чем у ваших конкурентов. То есть творческий подход, он помогает вам продавать. И хочу как-то вернуться все-таки в игровую индустрию. Гейб Лейден сказал, что если у нас в неделю где-то 20 тысяч человек в креативной индустрии работают, это очень интенсивный процесс. Мы выпускаем где-то 20 тысяч единиц продукта, а на Фейсбуке их, не знаю, 50 тысяч разных рекламных компаний в каждую минуту, каждое мгновение. То есть это огромная машина, которая постоянно движется. Но вы должны использовать инсайты, должны быть такие, как семечки, которые вы сажаете, которые могут прорасти. Что вы там, какие-то цвета можете использовать, что вы хотите, чтобы не сделали. Загрузите наше приложение сейчас, купите наш продукт сейчас, что вы хотите. Сейчас это очень активная область, она никогда не была такой активной. И что у вас, не знаю, может быть перед Рождеством у вас какая-то рекламная кампания, перед началом школьного учебного года. И хотелось бы, да, чтобы я, не знаю, закончил одну кампанию, я так сел, ноги на стол положил, выпил стаканчик виски, расслабился. Так в нашей индустрии не бывает. Когда мы работаем в культуре, которая имеет для нас значение, это огромная возможность для нас, мы можем найти в ней инсайты. Но мы должны постоянно взаимодействовать с нашей аудиторией, потому что аудитория может нам дать подсказки. Почему, не знаю, почему вы играете вот в эту игру, а не спите сейчас или не едите, или не телек смотрите? Потому что, не знаю, я ненавижу свою работу, но вот когда я включаю эту игрушку, я чувствую себя просто королем. Вот эти вопросы маркетологи должны задавать себе. Они не должны, не знаю, гнаться за последними технологиями, последними каналами коммуникации. Не должны вот гнаться, вот за еще одну долю процента мне нужно завоевать. Да, конечно, это тоже делайте, пожалуйста. Но главное, чем маркетолог должен заниматься, он должен искать инсайты потребителей и заставить как можно большее количество людей увидеть его, понять этот месседж. Ну и в завершение, прежде чем я отвечу на ваши вопросы и прежде чем мы все пойдем пить пиво, хотел показать вам еще одну забавную рекламу, в которой, кстати, есть зомби в конце. Потому что я все-таки начал с зомби, и надо как-то вот к ним тоже вернуться, раз уж я пообещал. Стардаст противоречивый, то ли твердый, то ли жидкий. Нет, зомби противоречивые, то ли живые, то ли мертвые. Вы скучные, вы меня до смерти просто в скуку вогнали, а я уже мертвый, вы меня просто еще раз до смерти заставили скучать. Сочное противоречие, Стардаст. Мне не стоит объяснять, здесь все понятно и смешно. На этом я презентацию свою заканчиваю, большое вам спасибо, надеюсь, что парочка вопросов у вас будет, или пойдемте все уже в бар. Нет, нет, в бар не пойдем, у нас есть время для вопросов. Спасибо за такую развлекательную, веселую презентацию. Не могли бы вы подробнее остановиться именно на практической стороне? Не у всех студий есть такие большие маркетинговые ресурсы, и приходится иногда работать, может, час от часа. И как вы, как вот эти процессы потребить, как справляться с этой работой? Если у вас нет огромной студии, если вы, вот вы смотрите, какое у вас сообщество, если вы постите что-то в Фейсбуке, вы можете, в общем, в свои посты включать, какой-то такой, эти месседжи. И у некоторых есть вот такая практика. Большая белая доска, и вот если что-то приходит тебе в голову, ты пишешь это на доске. И вот, твоя работа сделана. А потом, не знаю, идет кто-нибудь из твоей команды мимо, с чашечкой кофе, смотрит на доску, видит, и он, может, эта идея тоже его зацепит, он поможет тебе как-то разработать. Посмотреть, что сегодня запостить, какое видео, какое, может быть, сообщение какое-то. Ну, а второй из семи? Спасибо за интересную презентацию. Есть ли какие-то типичные практики, что-то вы используете, как достучаться до аудитории, как, особенно, достучаться до родителей, чтобы они купили что-то для родителей? То есть, наоборот, если вы хотите что-то, чтобы, продукт для родителей, но вы можете достучаться на них через детей. То есть, вы хотите, то есть, вы спрашиваете о том, как можно делиться вот этой информацией, как сделать ее вирусной. Ну, вы можете, не знаю, бомжа убить в прямом эфире на телевидении. Вот сразу вирусный видосик будет. Но это, наверное, не тот будет эффект, который вы бы хотели достигнуть. То есть, ну, как сделать что-то впечатляющее, выдающееся, но при этом все-таки отвечающее вашей цели, который донесет ваш месседж? Ну, это уже, это ваше ремесло, ваше мастерство. Как в любом деле, как сделать классную игру, как, не знаю, в финансах преуспеть, как еще где-то преуспеть. То есть, написать хорошую рекламу, сделать хорошую рекламу, это тоже мастерство. Нет такого, вот шаг 1, 2, 3, я все сделал, готово. Нет. Еще вопросы? Третий. Спасибо. Не могли бы вы побольше, поподробнее становиться на последнем пункте? Окей. Наша рекламная кампания. Допустим, есть большая рекламная кампания, у нас готовится большой релиз. Мы можем провести даже этнографические исследования. Мы можем, не знаю, пройти по домам, от двери к двери, сделать видео. Мы можем с каждым человеком говорить про наш продукт, в глаза посмотреть человеку, показать ему наш продукт. У нас, может быть, есть какие-то... То есть, так мы можем найти инсайты, сделать какую-то большую рекламную кампанию, понять, какие инсайты сработают с нашими игроками. Или иногда вот это бывает, не знаю. Идея. У нас есть танки. Давайте построим какие-нибудь модели. Что-нибудь связано с танками, не знаю, шесть, допустим, разных рекламных роликов с одним месседжем, которые как-то все это ведут воедино. И Facebook, кстати, нам очень сильно помогает в этом. Потому что такая уникальная площадка, которая помогает нам находить инсайты. Мы видим, окей, вот этот игрок, он такой одинокий волк, вот этот более социальные игроки. Есть третий уровень, третий слой. Не хочу говорить, что такое машинное, но вот действительно, по-другому не скажешь. Вы просто перерабатываете огромное-огромное количество данных. Такое поле боя, на самом деле, для больших... для монстров выпускающих игры, для огромных компаний, которые пытаются постоянно найти вот хоть немножечко какой-то новой ценности, чего-то нового ценного. Ну, пожалуй, это все. Еще? Нет? Аплодируем докладчику. Аплодируем. Аплодируем. Спасибо. Продолжение следует...